Теперь поговорим об искусстве. Будем говорить об изобразительном искусстве, в частности о живописи. Но многое из того, что будет сказано, можно отнести и к другим видам искусства. Мы сейчас возьмем отрезок временной истории человечества, начиная с наскальных рисунков, из глубокой древности. Возьмем начало и заканчивая концом 19-го, начало 20-го века, когда появился модернизм. Весь этот период истории мы тщательно проанализируем, попытаемся выяснить, что такое искусство и в чем его смысл. То есть, определить вообще, что такое искусство, для чего оно нужно и в чем вообще смысл искусства. Ну, давайте посмотрим. Вспомним, какое общее мнение об искусстве. Говорят, что искусство начало свое развитие действительно из глубокой древности, с наскальных рисунков и потом постепенно развивалось. То есть, изобразительный язык совершенствовался, то есть, это можно видеть в реалистических изображениях, то есть, на протяжении всей истории человечества, как это реалистическое изображение эволюционировало. То есть, ну, это как бы понятно. Потом говорят, что вот искусство, оно видоизменялось. То есть, оно еще, оказывается, может видоизменяться. Потому что там, значит, всякие, значит, были стили, вот согласно временным периодам истории, да. И вот оно как бы изменяется. И потом, значит, вот говорят о том, что оно изменялось, значит, изменялось в ходе истории человечества. А потом, вот, вдруг появился фотоаппарат, и вот, значит, все, значит, достижения по реалистической живописи, они вдруг стали не нужны. То есть, реализм как бы отменился по причине возникновения вот фотоаппарата. Ну, естественно, раз реалистическое изображение не нужно, то вот, значит, считают, значит, что именно поэтому возникли вот разнообразные направления течения, ну, вот в виде модернизма и, так сказать, с последующим его, значит, разнообразными трансформациями, вплоть до вот всяких инсталляций и, значит, прочих перформансов. То есть, многообразие форм для самовыражения. То есть, как бы, как бы вот так. То есть, это вот такое общее мнение существует по поводу искусства. Вот, но мы, как уже было сказано, попытаемся сначала выяснить, вот, что такое искусство вообще, перед тем, как перейдем вот непосредственно к современному искусству. Если мы посмотрим на историю искусства, то мы увидим, что вот с глубокой древности, вот, начиная с наскальных рисунков, да, и вот в процессе, значит, всех событий вот на протяжении человеческой истории реалистическое изображение, оно действительно эволюционировало. То есть, это просто вот видно по тем, значит, произведениям, которые были оставлены, значит, художниками, скульпторами и другими деятелями искусства. То есть, получается так, что действительно люди, ну, попросту учились изображать все реальнее, все конкретнее и, так сказать, максимально выразительно. То есть, о чем это говорите? Это вот как раз говорит о том, что люди познавали, то есть, шли по пути познания. То есть, в приоритете у них стоял вот принцип познания, который вот является первопричиной вообще любого развития. То есть, получается так, что, значит, они вот, значит, совершенствовали свой изобразительный язык и вот шли по, значит, пути познания. Изучение многообразия форм природы. Вот, ну, давайте теперь рассмотрим, как именно, значит, происходит, значит, познание вот природы вот художником, да, то есть, какую информацию вообще оттуда берет. То есть, ну, уже было сказано, да, что он анализирует визуально и, значит, вот на чувственном уровне. Значит, значит, что дальше, значит, с этим происходит и как именно это происходит анализ вот на чувственном уровне. То есть, художник вот в начале своего творческого пути, он как бы пользуется еще вот логическим путем. То есть, он как бы анализируется, поставляет между собой какие-то величины той реальности, которую он видит. То есть, это вот пропорции, значит, темнее, светлее, в общем, разнообразные величины, которые вот могут быть в данной какой-то конкретной реальности. То есть, что дальше, что ближе, что выше, что меньше, что больше и так далее. То есть, происходит вот в начале, в самом, значит, анализ на логическом уровне. И, значит, постепенно вот такой анализ, вот с опытом, он трансформируется в чувственный уровень. И тогда просто художник сходу понимает, что он вообще изображает. То есть, он просто видит и понимает вот на чувственном уровне, что он видит. И раз он понимает, что он видит, да, то есть, понимание вот это, это вот и есть знание, то есть, визуальное. То есть, оно уже как бы не нуждается в предварительной какой-то логической обработке. Просто человек видит вот сразу реальность, он сразу ее понимает. То есть, она у него возникает в его сознании в виде образа. То есть, получается так, что он трансформирует вот этим чувственным уровнем трехмерную реальность в двухмерный образ у себя в голове. И потом уже этот образ, он, значит, его там разбивает на цветовые пятна, значит, на композиционные, значит, линии. И уже, ну, скажем так, переносит на холст, да, или там на бумагу, куда он там, где он там это все будет изображать. То есть, получается так, что вот процесс создания образа двухмерного в своем, значит, воображении, в сознании, да, это вот как раз и есть, значит, процесс творчества. То есть, это человек создает образ у себя в голове той реальности, которую он изображает. То есть, он творит этот образ. А на холсте он просто, значит, посредством своих художественных материалов, красок или еще чего-то, он как бы воплощает этот образ в реальность. То есть, он его, значит, ну, пишет, изображает картину, например. То есть, это уже, значит, ну, вот то, что называется творчество. Творчество – это создание образа. И образ этот создается не на холсте, не где-то там на палитре или еще где-то. Он создается прежде всего в голове. И вот как мы уже говорили, значит, о путях познания, вернее, о способах познания, да, то есть, логически и на чувственном уровне, и на духовном уровне. То есть, из мира, значит, духа, да, то есть, из невидимого мира идей приходят вот образы и какие-то вот идеи, да, или там гениальные идеи вот художников по их воплощению. То есть, что происходит? То есть, художник получает вдохновение. То есть, поэтому, вот, значит, познание происходит на духовном уровне. То есть, художник получает вдохновение в виде вот какого-то образа, какой-то гениальной идеи, которую он хочет воплотить в реальность. То есть, он этот образ уже по вдохновению, значит, творит. То есть, он занимается вот творчеством у себя, значит, в голове. То есть, он этот образ конкретизирует, вот, и помогает ему в этом, вот, начало процесса его изображения образа. Потому что образ, он не конкретен. Значит, вот эта информация, которая приходит в сознание, да, человека, она не конкретная. То есть, она не стоит вот перед глазами, как вот реальность, с четкими, так сказать, очертаниями. То есть, ее нужно конкретизировать. И вот как раз умение рисовать художнику и помогает конкретизировать вот образ, который ему пришел. То есть, все начинается вот с эскиза. Вот, ну, к эскизу мы еще вернемся. А, значит, теперь нужно сказать вот что-что. Ну, мы поняли, да, что, значит, действительно развивался художественный язык, изобразительный, значит, реалистический. Но что там еще происходило, то есть, важного, то есть, почему он развивался и, в общем, какие основные там цели преследовались всеми этими художниками. Ну, уже понятно, да, из вышесказанного, что вот, учаясь, значит, изображать природу, то есть, что мы получаем? Мы получаем вот изобразительный язык. То есть, мы, ну, скажем так, тренируемся рисовать, да, но в основе этого вот идет, значит, стоит визуальный анализ вот на чувственном уровне. То есть, это вот то, что было сказано раньше. Информация, то есть, без информации мы ничего не можем сделать. Сначала мы получаем информацию, а потом мы ее уже используем. То есть, первопричина – это информация. Значит, что там, значит, получается, да, что художник действительно овладевает, значит, изобразительным языком, вот, реалистическим, да, как средством для выражения идей. То есть, он этот язык использует для того, чтобы выразить какую-то свою идею. Но, как я уже сказал, это еще не все, потому что, значит, прогресс по постижению реальности, вот, путем ее изображения, он не только в этом заключался, а еще там была цель. А цель такая – познание красоты и гармонии в природе. То есть, это все равно, как вот тоже, опять возвращаясь, к примеру, с иностранным языком, то есть, как вы можете понять, вот, ну, какую-то красоту или гармонию какого-то иностранного языка, если вы им не владеете и абсолютно его не понимаете, не знаете. То есть, вы его слышите, то есть, вы его не понимаете, не можете понять и разобрать. Но по мере изучения, ну, вот, какого-то иностранного языка, да, то есть, вы, значит, ваше знание углубляете и начинаете его понимать, и даже можете изучить до такой степени, чтобы сочинять на нем стихи и так далее. То есть, познается красота и гармония, ну, вот, в данном случае, какого-то иностранного языка, которого вы раньше не знали. То есть, что тут нужно иметь в виду? Что это не значит, что вот существуют какие-то принципы красоты и гармонии в природе, да, и вот можно их просто назвать, просто написать на бумаге. Вот принципы есть такие, 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 и все, как бы на этом успокоиться. Но мы уже говорили о том, что раз у нас, значит, объект исследования бесконечен, то есть, и принципы эти красоты и гармонии, они тоже могут проявляться в бесконечности, значит, разнообразия форм. Поэтому, как бы, вот, просто сказать, что принципы красоты и гармонии заключаются в чем-то таком конкретном, то есть, какие-то принципы красоты и гармонии, да, они открыты, вот, в виде, например, золотого сечения, но какие-то скрыты, то есть, ну, понятно, да, то есть, можно их открывать до бесконечности, в виде, вот, разнообразных форм. Поэтому цель, вот, изучения природы, значит, посредственно ее изображения на чувственном уровне, это, вот, было приобретение изобразительного языка, художественного, да, для того, чтобы воплощать, вот, гениальные идеи, да, в которых, вот, будут воплощены принципы красоты и гармонии. Вот, теперь нужно еще вот что сказать, что, значит, вот в самом, так сказать, творчественном процессе, который, вот, у нас происходит вообще в голове, да, то есть, это первопричина вообще, вот, всего творчества и всего что угодно, это, вот, вдохновение, то есть, создание образа. Да, но нужно еще более подробно сказать о, вот, изобразительном, вот, искусстве, то есть, там есть вот такой элемент, скажем так, творчества, который называется обобщение, то есть, это обобщение форм. Что это значит? Это, вот, ну, например, приходит художник на этюды, значит, куда-то на природу и хочет изобразить какой-то пейзаж, да, ну, что происходит? Значит, освещение там нестабильное, потому что могут быть какие-то облака, значит, или даже их нет в любом случае, положение солнца меняется в течение, значит, дня. То есть, время у художника ограничено для того, чтобы что-то изобразить. А то, что он хочет изобразить, оно, вот, невероятно сложное, вот, просто по той причине, чтобы он не изображал. То есть, там есть какая-то, не знаю, там, трава, деревья, листья, там, горы, ну, все, что может быть, вот, пейзаж, да, то есть, все многообразие форм, и вот, как это, вот, все изобразить за короткий срок. То есть, ну, вот, если мы начнем изображать, там, все листики на деревьях, все это изучать, это же никакого времени не хватит. То есть, нужно все это обобщить. Как это обобщить? То есть, найти какие-то основные принципы, вот, видимости, вот, в этой природе, да, то есть, что мы видим. И по этим принципам уже осуществить, вот, изображение этой природы. То есть, создать новый, вообще, образ, обобщенный, не тот, который мы видим в реальности, а вообще его обобщить. И уже в обобщенном виде выразить, значит, на холсте. То есть, вот это происходит обобщение. Художник, а для того, чтобы вот это все сделать, художник должен мобилизировать по максимуму свои способности, для того, чтобы вот проанализировать все это вот таким образом, да еще и в короткий срок. То есть, нужно проанализировать, вообще, что художник анализирует. Не только какие-то объекты или предметы, которые он изображает, но и систему освещения этих объектов. То есть, мы изображаем, значит, предметы освещенные, да, находящиеся в пространстве, да еще и вот, значит, под влиянием атмосферы. Вот, особенно, когда речь идет о пейзаже, то есть, это все понятно. То есть, художник все это должен проанализировать и создать совершенно вот, ну, другой, получается, образ, обобщенный. И потом уже выражать его на холсте. То есть, что дает нам это обобщение вообще? Это дает обобщение нам вот способность видеть суть вещей. То есть, понимать, в чем суть вообще того, что мы изображаем. То есть, суть вот в данном случае какой-то конкретной реальности. Ну, например, вот если этот пейзаж, да, то есть, мы понимаем, что вот есть дерево в водном, ствол или там миллион листьев на этом дереве. Но мы можем обобщить таким образом, что все эти миллионы листьев мы несколькими мазками можем, значит, на холсте сделать. То есть, то, что будет изображено на холсте в результате, да, это будет представлять собой тот же самый пейзаж, например, но более обобщенный. То есть, написан, ну, скажем так, широкими мазками. Там будет и воздух, и атмосфера, то о чем я говорю, там будет и система освещения, и жизнь, ну и естественно те предметы, которые там отображены. То есть это будет изображение того пространства, которое художник изображал в обобщенном виде. И это очень нужная вещь, владеть искусственным общением. Почему? Кстати, возвращаясь опять к эскизу, о чем было сказано, когда приходит какой-то образ, гениальная идея, и нужно ее выразить, конкретизировать, потому что она не конкретна, идея есть, но нужно ей придать форму. То есть человек об этом начинает думать, но ему помогает конкретизировать умение рисовать. То есть он не видит эту форму конкретно, но как он ее видит? Вернее, образ как видит у себя, в голове, когда он ему пришел. Он его видит вот в обобщенном виде как раз. И вот в этом обобщенном виде, вот этот образ, который ему пришел в голову, то есть вдохновение, он его воплощает в виде вот эскиза, то есть в обобщенном виде. А уже из обобщенного этого вида он его начинает конкретизировать, то есть он начинает углубляться в то вообще, из чего он там состоит, и начинает его развивать. И в конце концов, то есть для развития, для достижения конечного результата, по выражению этого образа, то есть он может обратиться к каким-то людям, моделям, писать кого-то с натуры, чтобы уже конкретные были совсем какие-то персонажи в этой картине. То есть если это речь идет, например, о безображении какой-то многофигурной композиции. То есть вот это очень важно понимать. То есть еще раз, что значит получается у нас искусство? Искусство это у нас познание на чувственном уровне, то есть с целью приобретения изобразительного языка для того, чтобы выражать свои художественные образы, которые вот приходят на духовном уровне, да, и в этих образах выражать принципы красоты и гармонии, и пользуясь как раз вот этим искусством обобщения. То есть у нас получилась вот такая вот характеристика искусства. А теперь вот спросим вообще, значит, а что это тогда, ну вот все, что было названо, это вообще что это такое? Вот все вот одним словом назвать, ну или там, значит, в двух словах, да. То есть чем тогда получается вот искусство занималось, значит, до появления модернизма? А это вот методология познания на чувственном уровне. То есть это методология познания на чувственном уровне. И способ выражения этих познаний вот в виде художественных образов посредством изобразительного языка. Вот, то есть это методология познания на чувственном уровне. Более того, то есть вот эта методология познания на чувственном уровне, она позволяет развивать интуицию. То есть а интуиция нас как раз и приближает к тому, вот пониманию тех вот невидимых идей, которые вот приходят, значит, в виде каких-то образов или научных открытий. То есть там, почему это вот некое вот триединство познания, да, то есть логика, чувство и, значит, духовный уровень. Потому что это не значит, что это что-то одно, что-то другое. Они взаимосвязаны между собой, то есть они, значит, служат вот инструментом познания. Поэтому вот это все нужно знать и понимать. И, значит, ну раз существует эта методология познания, да, то есть, значит, вселенной, да, на чувственном уровне. В основе там лежит чувственный уровень, потому что там пользуются всеми уровнями познания. Но в основе вот лежит, значит, чувственный уровень, вот который является вот чувством меры. То есть, значит, художник имеет вот чувство меры в качестве вот основного инструмента для анализа, для выражения своих, значит, идей, для всего чего угодно. И вот раз существует эта методология познания, раз она, значит, она, так, она существовала, да, и она, в общем, существует до сих пор, она проявлялась вот как раз в тех творцах, да, то есть, в конкретных людях, которые пользовались этой методологией познания, да, и вот создавали великие произведения искусства. А теперь еще есть один вопрос. А зачем они вот эти все произведения искусства вот создавали? То есть, что это вообще такое, значит, происходит? Зачем эти произведения искусства были созданы? Они как раз были созданы для того, то есть, смысл вообще создания произведения искусства в виде вот уже каких-то материальных объектов. Это вот как раз и выражение этих художественных образов. То есть, человеку приходит в голову гениальная идея, он хочет ей вот поделиться со всеми. То есть, если эта идея можно на словах объяснить, да, то есть, тогда философ, вот, например, берет и пишет вот свои философские труды, или поэт сочиняет стихи, или там писатель пишет книгу. А если это вот на словах рассказать нельзя, да, или, значит, можно, но как бы лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать, вот для этого и служит, значит, изобразительный реалистический вот язык. И получается так, что смысл вот создания вот какого-то произведения искусства в виде материального объекта, он и заключается в том, чтобы ту информацию, те знания, те идеи, которые были получены вот творческим человеком, художником, например, увидели все люди. То есть, все. То есть, почему вот художник, он пишет для всех? Потому что вот он информацию предоставляет такую, которая вот ему попала, да, но эта информация, она вот, ну вот источник информации у нас в бесконечности вселенной, она кому принадлежит? Она никому не принадлежит. Это вот мир бескрайний, да, то есть, и мы в нем живем. То есть, его как бы, ну, невозможно как-то там, значит, чтобы что-то там кому-то принадлежало. То есть, знаниями нужно вот делиться. Поэтому и создавались художественные образы, да, то есть, вот для того, чтобы другие смотрели и понимали вот то же самое, да, и также вдохновлялись вот теми идеями или образами, которые вот выражались художниками в этих произведениях. То есть, смысл создания художественного образа в принципе в виде материального объекта, он заключается в том, чтобы этот материальный объект был носителем информации, то есть, знания, а художник вот в этом, значит, в этой системе, так сказать, получения знания, творчества и создания материального объекта, он как бы является проводником между вот тем невидимым миром идей и остальным всем человечеством. То есть, он что-то постигает и этими знаниями делится со всем человечеством. То есть, смысл вообще существования искусства заключается в том, чтобы человечество все развивалось. То есть, не только один там какой-то художник, вот он что-то постигает и все, но он делится своими познаниями вот в виде уже каких-то конкретных носителей информации с другими людьми. То есть, смысл всего этого заключается в развитии человечества в целом, то есть, всего человечества, а не каких-то там отдельных его, так сказать, его представителей. Вот, и нужно еще вот что сказать о красоте и гармонии. Мы уже сказали, да, что принципы красоты и гармонии, они могут быть подчеркнуты вот в процессе изучения, значит, природы путем ее изображения с натуры. Но как эти принципы могут быть воплощены вот в художественных образах, да, то есть в произведениях искусства? Не только, они могут быть там воплощены не только посредством вот изобразительного реалистического языка. Потому что можно создавать, и мы видим это даже вот из истории искусства, потому что в любом случае вот есть разные художники, там, архитекторы и прочие, да, которые пользовались вот этими принципами красоты и гармонии, и всегда там, значит, была отражена их какая-то индивидуальность. То есть индивидуальность почему там отражена? Потому что как бы там ни было, анализируя какую угодно информацию, кто-то что-то анализирует больше, кто-то анализирует меньше. То есть тут даже вопрос не стоит в том, что кто-то там, значит, какие-то предпочтения, значит, чему-то отдает. А вопрос стоит в том, что каждый человек, он, это индивидуальность, и та информация, которую, значит, он получает, да, и обрабатывает впоследствии, он также, значит, выражает тоже каким-то средством, которое будет нести в себе вот его индивидуальность. Но это может происходить либо в большей степени, либо в меньшей. То есть если мы говорим о реалистической, значит, школе живописи, то там получается так, что все обладевали, значит, знаниями в области реалистического изображения, но, значит, это то как раз, что их объединяло, да, но в процессе изображения кто-то там, значит, кто-то, значит, писал более широко, да, то есть более широкими мазками. Почему? Ну, это зависит от человеческой индивидуальности, от темперамента, в конце концов, от его, так сказать, глубинной сущности, то есть какого-то характера его, индивидуальности. Кто-то, значит, какими-то мазками более мелкими, кто-то прорабатывал больше деталей, кто-то, значит, писал более обобщенно, кто-то, значит, обращал внимание, значит, на какие-то большие явления в природе, да, то есть человек мог писать, вот ему нравятся пейзажи, и все. То есть он пишет пейзажи, а вот остальное, значит, его не так интересует, а вот пейзажи, это просто вот именно то, что его вдохновляет. Ну, или, например, там, я не знаю, портреты, да, то есть художники, они, значит, изображали, ну, разные, в общем, явления, и, в общем, все это разное. То есть каждый чем-то занимался особенным, значит, ну, и тем именно, что его, значит, вдохновляет. Но к чему я все это говорю? К тому, что вот принципы красоты и гармонии действительно можно воплощать, то есть создавать не просто образы художественные по принципам красоты и гармонии, но можно создать и художественный, и выразительный язык по принципам красоты и гармонии. То есть, ну, вот это вот как раз произошло, значит, вот в тот период, как раз перед тем, как вот появился вот этот модернизм, то есть этому, так сказать, явлению предшествовал другой вот стиль в искусстве, да, то есть стиль модерна. То есть, если мы вспомним, вот, например, Врубель или вот Клин, то есть у них там что? Вот у них изобразительный язык, то есть он был основан на принципы красоты и гармонии, и он не был реалистическим. То есть вы видите эти произведения, и они, значит, просто, ну, скажем так, очаровывают и, в общем, несут в себе и красоту, и гармонию, и, в общем, не задуматься там есть о чем, глядя на эти произведения. То есть там понятно, что люди постигли принципы красоты и гармонии и стали, значит, способны выразить, значит, посредством вот своего художественного языка эти образы в художественных произведениях. И почему, кстати говоря, это происходит, вот, значит, ну, скажем так, изобретение нового художественного языка? А потому что вот образы, которые приходят в новую, для их выражения, вот, на материальных, так сказать, носителях информации, там, на холстах или еще где-то, для их выражения в образцу не подходит, значит, изобразительный язык реалистический. Вот, то есть поэтому изобретается новый язык. Но нужно вот, что подчеркнуть? Это не значит, что каждый может там взять, что-то намалевать и сказать, а вот я так вижу, это мой изобразительный язык. Нет, потому что принципы красоты и гармонии, они просто видны, они чувствуются вот на том же самом чувственном уровне. То есть если, значит, причем всеми людьми, то есть мы уже говорили о том, что все люди познают мир вот тремя, так сказать, способами, значит, логическим, чувственным и духовным уровнем. То есть, глядя на картину, просто человек видит попросту, вот, есть там гармония, красота или нет. То есть это вот как раз то чувство меры, да, которое вот можно развивать, если вот заниматься каким-то искусством, то есть творчеством, да, то есть создавать образы, значит, у себя сначала в голове, а потом реализовывать какие-то более сложные образы. То есть таким образом, значит, вот оттачивается, что ли, это чувство меры, да, то есть оно становится, вы уже начинаете различать мельчайшие нюансы. То есть то, чего раньше вы не замечали, например, там в картинках или еще где-то, вы уже различаете. То есть развивается интуиция, то есть по малейшим признакам вот той реальности, которую вы наблюдаете, вы можете определять и делать выводы. То есть раньше вы как бы этого не видели. Причем интересно что сказать, что когда вот развивается вот интуиция, да, она же начинает срабатывать не только в области вот живописи изобразительного искусства, она начинает срабатывать в жизни. То есть вы каким-то мельчайшим признакам, которые вот происходят, так сказать, значит, в вашей жизни или вообще в целом в мире, да, то есть вы уже способны делать вот какие-то выводы, вот как раз имея, владея вот этим искусством обобщения, потому что тоже, что это искусство обобщения, это вот видеть суть вещей, в чем заключается суть. То есть не куча вот предметов, а вы эту кучу можете связать между собой причинно-следственными связями и таким образом получить общую картину. Поэтому вот постижение мира на чувственном уровне это очень важно. Очень важно. Теперь, значит, ну, в общем-то теперь становится, да, понятно, что, ну, естественно, в искусстве там, вот в истории всего искусства, вот до, значит, возникновения модернизма, значит, был, естественно, заложен принцип в виде приоритета, да, принцип, значит, познания, а уже использовалось это познание вот для того, чтобы, значит, постигать, значит, окружающий мир, да, Вселенную, ну, там, по частям, да, то есть в виде образа выдавать их, значит, в виде каких-то произведений искусства для того, чтобы все человечество, значит, знало эти знания, вот, и, значит, таким образом эволюционировало. То есть смысл искусства заключается в развитии всего человечества и является искусством от методологии познания на чувственном уровне.